Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, и сегодня мы с вами говорим про синдром нарушения внимания у взрослых с ЭДВГ. Чего делать, чего не делать, на что обращать внимание, как себе помогать, если эта история действительно у вас сопровождается во взрослом возрасте. Бывает она только у детей, потом диагноз снимают, но взрослые ведь могут испытывать и депрессию, и панические атаки, стресс бесконечный. Диагноз-то сняли, но последствия остались. Проблемы с работой, проблемы с отношениями, проблемы с вниманием, все это остается. Сложнее схватывают информацию, сложнее ее обрабатывают, не могут вообще ничего, ни два, ни три, ни полтора. Соответственно, на что обращать внимание, если такая жучайшая история случилась у вас или у вашего близкого, и вы хотите ему помочь. Друзья, никакие веганские диеты забудьте в момент восстановления. Забудьте о диетах, которые имеют в составе химические питательные вещества. Все, что красиво упаковано в магазинах на прилавках, не для вас. Почему? Потому что мозг не будет нормально работать. Будут работать поддержание своего унитаза, другой информации в вашу клетку не будет заходить. Для того, чтобы вытащить человека из синдрома двигательного нарушения СДВГ, важно не только когнитивно его развивать, но важно, мозгу очень важно, какая информация приходит в клетку. Клетка вот отсюда начинает получать. Соответственно, если питание, опять же таки, идет не скомпенсировано по витаминам, минералам, человек будет страдать. Дальше, кроме питания, что важно такому человеку? Важно постоянно обучаться новому ежедневно, ежедневно, ежедневно. И каждый раз, когда нет желания, нет сил, нужно будет продолжать. Почему? Если действительно происходят моменты, как хронический-хронический стресс, и этот стресс продолжается достаточно долго, такому человеку очень-очень важно давать не только физическую нагрузку, но и интеллектуальную. Если вы понимаете, что сегодня, уже сегодня вы хотите помочь своему близкому, своему ребенку, своему родственнику, то вот что важно сделать. Я всегда говорю, омега-3 жирные кислоты, они не только терапевтичны при неврозе, но при даже различных демиолинизирующих заболеваниях. Дальше антиоксиданты, ну посмотрите, белые грибы, по возможности то, что человек может переваривать и усваивать. Никаких кофейных автоматов, которые содержат плесень, никакого обработанного химически продукта с тяжелыми металлами не должно быть. То есть, если вы выбираете рыбу, то смотрите максимально на качество. Дальше по фруктозе. Очень у многих вскачет уровень сахара, поэтому СДВГшники постоянно не хотят нормально питаться. У них есть перекусы, и абсолютно эти перекусы вроде бы их устраивают, но потом это приводит к проблемам с другими органами. То есть, органы недостраиваются ежедневно. Подумайте себе, с раннего возраста недостраивать орган. Это же страшно, правда? Ну, по-моему, хуже нету, когда человек не понимает, что он своими руками делает. Например, СДВГшник берет и пьет энергетик, или берет и пьет какое-то пиво или что-то такое, что создает дополнительную митохондриальную проблему и приводит его к психовегетативным нарушениям в дальнейшем. И это же не за день выводится, вы помните, да, из организма. Соответственно, СДВГшнику очень важно тщательно продумывать рацион, двигаться, обязательно двигаться, потому что у них идет накопление. Бывает, даже человек сам не знает, чего он накопил, и это нужно вывести из себя, вывести. Например, есть же протоколы, которые выводят из организма различные вещества, но это очень дорогостоящий и супер нереальный почти процесс для обычного обывателя. Для вас может быть, конечно, проще, проще просто сделать периодическое голодание, проще заняться физкультурой и проще СДВГшнику очень важно иметь либо массаж, либо акупунктуру, которая точечным образом воздействует на скелет и на кровообращение, потому что СДВГ бывает на неправильной, на зажимах и на позвоночных проблемах, то есть слабый мышечный корсет. Идут пережимы, страдает кровоснабжение мозга, и мы начинаем глупеть раньше времени. Нельзя этого допускать, в особенности с собой, в особенности со своими близкими, поэтому слушайте меня внимательно, выполняйте, пишите комментарии. Плюс при СДВГ, если мы говорим о взрослом, очень важно человеку давать реальные цели, реальные задачи, чтобы он чего-то захотел, чтобы он очень чего-то в своей жизни захотел. Не просто сделал шаг и бросил, а чтобы это стало его образом жизни. Спорт, заработок, отношения. Спорт, заработок, отношения. Спорт, заработок, отношения. И на этом замкнулось колесо. И в каждые месяцы он начал достигать и закрывать свои галочки. Если вы меня услышите, и у этого человека желательно, чтобы был наставник. Это человек, который знает, что такое СДВГ. Это или психолог, или психотерапевт, или клинический психолог, который будет ему помогать. Это как игра в долгую своими картами. Потому что мозг иногда будет противиться и не хотеть выполнять то, что вы запрограммировали, то, что вы изначально дали. Поэтому я вас очень-очень прошу, работайте с самосознанием, работайте со своим состоянием и восстанавливайте себя. В своих консультациях я индивидуально прорабатываю рацион, мы обсуждаем, если нужны добавки, обсуждаем образ жизни и достижения. Вот если это видео было вам полезным, я буду вообще счастлива. По СДВГ могу сказать, что у этих людей часто есть такая проблема, как нарушение микробного баланса, а текущий кишечник. Что такое? Это и всякие экземы, это нарушение на коже, это, ну, в общем, то, что дает текущий, правда, кишечник. Об этом сниму отдельно вам видео, как текущий кишечник влияет на работу мозга. Я думала, этого не существует, пока не столкнулась с этим. Пока-пока, надеюсь, это видео было вам полезным. Сегодня такой простой формат. Пишите комментарий. One love.